Друзья, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня будем разбирать как сделать так, чтобы осенние наши образы не были слишком утилитарными. В моем закрытом клубе мы недавно обсуждали такую тему, что с приходом осени, к сожалению, мы начинаем одеваться утилитарно, удобно, не марка, естественно, да? Но с другой стороны, вот это желание выглядеть красиво, стильно, оно же никуда не одевается. И как же все это совместить, чтобы было и удобно, и комфортно, и в то же время было стиль, и что же такого предпринять, чтобы вся осень и зима не прошла в каких-то утилитарных вещах, типа спортивного костюма и пуховика. Если вам эта тема интересна и вы тоже об этом задумывались, обязательно поставьте пальчики вверх, проверьте подписку на этот канал и поехали! Кто давно со мной на этом канале, я снимаю его уже больше десяти лет, те наверняка помнят, как я раньше делала ролики «Мои стильные нет» и делала такой разнос каких-то вещей, которые не стоит вообще добавлять в гардероб. И давно, кстати говоря, не делала ничего подобного. Но вот в этом видео конкретно я не могу обойти один момент стороной, и хоть в последние годы я не люблю уже такой категоричности, не люблю говорить ни в коем случае не носите вот это, но начну я этот ролик именно с предметов, которые убивают стиль в нашем гардеробе осенью. И речь пойдет сейчас про ботинки на тракторной подошве. Как женщина, как человек, я могу понять, зачем вообще покупать такие ботинки, да? Но это удобно. В них хорошо ходить по любой грязи, по любым неровным дорогам. Но, к сожалению, если меня спросите, как стилиста, никогда такие ботинки не будут делать ваш образ стильным. Исключение составляет только стиль авангард. То есть, если вы одеваетесь в авангарде, то вам обязательно нужно иметь ботинки на тракторной подошве, на массивной подошве, какие-то такие огромные массивные ботинки. Это будет вау, супер и то, что нужно. Но если вы одеваетесь в повседневный стиль, то такие ботинки всегда будут делать образ слишком утилитарным. Они вообще не вписываются никуда, по образу. И если вернуть эту старую добрую традицию на мой канал из серии «Снимите это немедленно», то вот эти ботинки будет то, что я советовала бы вам убрать из своего гардероба. А на что же тогда заменить? Стильно всегда будет смотреться более элегантная обувь. То есть, если, например, вам нужны челси или ботинки на осень, в силу вашего образа жизни, возьмите не слишком массивную подошву, более такую тонкую, более изящную. Она всегда будет смотреться стильнее, элегантнее. А если вы еще возьмете ботинки замшевые, например, или казаки замшевые, вообще любую замшевую обувь, то стиль вашего образа поднимется сразу на несколько пунктов. Кроме того, почему, например, я люблю замшевые казаки или какие-то замшевые ботиночки, потому что в них можно не только повседневные дела свои делать, но и куда-то на выход, например. У меня очень много запросов в обычном закрытом клубе бывает относительно того, в чем, например, пойти зимой в театр, да, какая нужна обувь. Потому что слишком утилитарная теплая обувь не подходит для такого случая, а добираться до театра каким-то образом нужно. Так вот, например, казаки из замши или если зимой, то можно, конечно, попробовать из кожи, но только выбирайте элегантную модель, да, без каких-то массивных элементов. Отлично справиться с этой задачей. Поэтому первый пункт наших стильных «да» – это элегантная замшевая обувь. Второй пункт, что еще, к сожалению, портит наши с вами осенние образы. Дело в том, что в холодное время года очень часто мы влезаем в какие-то удобные спортивные вещи. Ну, тот же самый спортивный костюм, плюс кроссовки, плюс, например, куртка. Или это могут быть джинсы, плюс, опять же, какой-нибудь свитшот или свитер, кроссовки и куртка. И вот эта комбинация, когда все вещи спортивные, она, к сожалению, выглядит не стильной. Она подойдет только в том случае, если вы, я не знаю, там, летите в самолете, пошли в лес погулять. То есть, что-то такое, где комфорт превыше всего, да. Если мы идем с вами в холодное время года гулять в лес, то какой-то удобный мягкий спортивный костюм, а теплый пуховик или, не знаю, там, уги будут отличным решением. Но в целом для жизни это слишком утилитарно всегда. Какой вариант предлагаю я? Поскольку спорт ни в коем случае нельзя убирать из нашей жизни, он удобный, комфортный, он нам с вами нужен, но я предлагаю спорт комбинировать с какими-то повседневными вещами. Вот если говорить языком стилистов, и кто стилисты меня сейчас смотрит, вы поймете меня. Мы стиль casual будем комбинировать со стилем спорт и получим тот самый casual спорт, очень модное направление, которое уже считается классическим стилем, то есть стилем вне времени. И если вам нужны удобные образы на осень, например, то casual спорт это то, к чему стоит стремиться. Как это получить? Мы берем какие-то спортивные элементы и сочетаем их с повседневными вещами. Ну, например, если я надеваю свитшот, то вниз я надену не спортивные джоггеры, например, а брюки, то есть свитшот плюс брюки, вот таким образом комбинируем. Или, например, брюки плюс кроссовки. Не спортивные штаны плюс кроссовки, не джинсы плюс кроссовки, а именно брюки плюс кроссовки. Или, например, если надела спортивный костюм плюс кроссовки, то сверху я надену не куртку, а, например, тренч или пальто. То есть соединю не со спортом, а с такими более повседневными уже вещами. Кстати, если вот эта тема комбинирования вещей в стильные образы вам интересна, я совсем скоро буду проводить бесплатный интенсив, который называется фитнес для гардероба. Это одна из самых любимых программ в нашей школе, где мы разбираем ваши гардеробы и объясняем, как составлять стильные законченные образы. Если вам интересно, я всю информацию оставлю внизу в описании под этим видео. Участие бесплатное. Регистрируйтесь, принимайте участие. Это все будет проходить в прямом эфире с моими живыми эфирами, разборами и так далее. Будет интересно. Третий пункт нашей стильной программы на осень – это белые джинсы. Да, не удивляйтесь, белые джинсы – это прекрасный элемент гардероба не только в летний сезон, но и в осенне-зимний. Сделаю сразу оговорку, что, естественно, мы смотрим на то, какая погода за окном, и если там слякоть, грязь, ливень и прочее, конечно, мы не надеваем белые джинсы. Хотя про себя я могу сказать, что я белые джинсы ношу и не в слишком сухую погоду, не вижу никакой проблемы постирать. Я всегда, кстати, белые вещи стираю с отбеливателем. Вот с первой минуты, как я их купила, вот, например, белые джинсы, я всегда их стираю с отбеливателем, я не дожидаюсь, пока они станут серыми или желтыми. Здесь могла бы быть прекрасная рекламная интеграция какого-то средства для стирки, но его не будет, это просто мой опыт, который я вам рассказываю. Итак, почему белые джинсы? Белые джинсы – это тоже один из классических приемов в стилистике, и в стиле casual они работают просто на ура. Я сейчас вам вот здесь вот покажу образы, чтобы вы понимали, как это выглядит. Белые джинсы всегда все сделают более стильным, более праздничным, более эффектным. Вы можете взять те образы, которые вы обычно носите с джинсами или брюками, и заменить джинсы или брюки ваши привычные на белые. Вы сразу увидите, как это классно работает. Единственный нюанс с белыми джинсами, там нужно смотреть по пропорциям, как они соединяются с обувью и верхней частью нашего комплекта. То есть, там немножко пропорции надо распределить, но если вы пойдете, например, на мой бесплатный интенсив фитнес для гардероба, там как раз про это тоже буду рассказывать. Регистрация, напоминаю, внизу под этим видео. Сегодня хочу затронуть еще одну важную тему. Каждый октябрь по всему миру проходит акция «Розовый октябрь». Эта акция посвящена борьбе с раком груди, потому что рак груди, как вы знаете, излечим, если его вовремя обнаружить. Поэтому я, например, всегда сама проверяюсь, каждый год обязательно, и всем своим подписчикам тоже всегда советую это делать. Я узнала, что любимый мною бренд шелковых изделий «Арис Силк» при любой покупке в октябре на сайте бренда 15% перечисляются в фонд дальше, помогая женщинам, которые столкнулись с раком груди. Если вы давно хотели приобрести себе шелковую наволочку, сейчас самое время это сделать. Я уже поддержала эту акцию и приобрела наволочку в таком вот цвете розового октября. Красивый очень розовый шелк. Уверена, станет еще одной любимицей в моей коллекции. Кто смотрит меня недавно, я на самом деле фанат просто этого бренда, потому что с тех пор, как я стала спать на шелковых наволочках, я сразу заметила результат. Во-первых, я отрастила волосы. Можете отмотать мои видео назад и увидеть, что волосы у меня такими длинными не были. И я точно знаю, что отчасти это потому, что я сплю на шелковых наволочках, использую такие вот шелковые резинки. Кстати, в резинки точно вы влюбитесь, потому что, если обычная резинка заламывает волосы, и потом они в этом месте могут даже обломаться, то вот эти шелковые резинки, они не только не заламывают, они наоборот делают такой красивый завиток. Я, знаете, иногда хожу в такой резинке, просто пучок дома делаю, и потом, когда мне нужно что-то снять, распускаю волосы и получаю комплименты от подписчиков, как я сделала такую укладку. А я просто хожу вот с этими резинками, и у меня дети тоже носят длинные волосы, и они тоже всегда используют эти резинки, потому что они очень и очень удобные. А когда вы спите на шелковой подушке, помимо того, что это очень приятно спать лицом на шелке, это еще оказывает некоторый бьюти-эффект. Волосы не обламываются, не трутся подушку, как обхлопковую, например. Шелковая подушка не впитывает никакую косметику. Но вообще шелк – это более гигиеничный материал, потому что там не размножаются бактерии. Такая наволочка, она красивая с точки зрения эстетики, и с точки зрения красоты и бьюти процедуры тоже будет вашей помощницей. У меня есть промокод Дарья, вот здесь вам его напишу. Он дает скидку 7%, это самая большая скидка в интернете. Я бы посоветовала, кроме наволочек, еще посмотреть на вот такие вот маски для сна. Качество шелка у Iris Silk просто отличное. Я всегда их стираю очень легко в стиральной машине, ничего с ними не происходит, и то же самое делаю с масками. Маски тоже стираю в стиральной машине. Мне очень нравится еще качество масок у Iris Silk тем, что шелк у них со всех сторон. То есть у них и внешняя сторона шелковая, и внутренняя сторона вот эта черная тоже шелковая, и наполнение тоже шелковое. Кто спит в масках для сна, вы знаете, что очень важно, чтобы лицо не потело во время сна. Так вот в шелковой маске как раз все отлично дышит, не задерживаются, опять же, никакие бактерии, и это очень здорово. Кто еще не пробовал маску для сна, я вам очень советую, потому что я последние, наверное, года два, может быть, два с половиной уже сплю в маске. Вообще не представляю, как я жила без маски раньше. Приятных вам покупок, тем более, что в этом октябре можно еще такую хорошую акцию поддержать. Четвертый пункт, который поможет нам сделать наши осенние образы более стильными, это объемная верхняя одежда. И речь не только про оверсайз, да, хотя оверсайзная одежда всегда делает образ гораздо более стильным. Даже если вы наделись во все черное или во все серое, то есть вы выглядите с точки зрения цвета достаточно утилитарно, если у вас будет актуальная оверсайзная форма, это всегда будет выглядеть гораздо более стильно. Поэтому, если вы любите оверсайз, обязательно выбирайте объемную такую верхнюю одежду, это всегда хорошо смотрится. Плюс, на самом деле, оверсайзная одежда еще и очень удобна осенью, если нам нужно надеть вовнутрь пиджак, объемный свитшот, может быть, даже с капюшоном, какой-то объемный теплый свитер, то одежда верхняя тоже должна быть свободная. Если у вас это все влезает вот так большим трудом, вам сложно в этом поворачиваться, то, конечно, так дело не пойдет. Поэтому пальто, пиджаки, куртки, мы все это выбираем, чуть более такое объемное, если у этого еще есть хорошая такая форма в плечах, четкая объемная, то образ всегда будет гораздо более стильным. То есть, этот четвертый прием о том, что мы можем утилитарность разбавить при помощи силуэтов и формы. Каждый раз, когда мы снимаем видео, мне нужно перегладить огромное количество одежды, чтобы показать вам примеры луков. И я, честно, испробовала уже очень много разных отпаривателей, гладильных систем и так далее. И в последнее время мой самый большой любимчик, это вот эта вот гладильная система от Steam One. Про этот бренд вам несколько роликов назад уже рассказывала, показывала ручной отпариватель, который я вожу с собой в поездки. А вот этот помощник стоит у меня дома. И если вы сейчас в поиске как раз гладильной системы для себя, я могу смело вам рекомендовать именно этот бренд Steam One и именно эту модель. Она называется Steam Cube. Сейчас расскажу вам в детали. Бренд Steam One – это французский бренд, который изначально начинали как дизайнеры одежды. Там два брата, которые занимались дизайном платьев. Представляете, какая интересная история, как раз в тематике моего канала. И в какой-то момент они просто поняли, что без хорошо отглаженных вещей стиля и красоты в их пластях не будет. И таким образом появились их отпариватели. Но это все лирика. А что касается реальной работы, чем мне очень нравится эта гладильная система? Во-первых, у нее три режима. Режим для деликатных тканей и очень легко отпаривается шелк, шифон, вискоза. Второй режим – это средний режим для хлопка, например, для футболок или рубашек. И третий режим такой более усиленный. Он отлично справляется даже с плотным денимом или льном. Плюс есть четвертый режим, называется паровой удар, который используется, когда вообще нужна очень сильная, мощная работа. Что самое важное для меня, поскольку мне нужно много одежды, в процессе съемок я бывает, что что-то меняю прямо по ходу, и мне нужно быстро отглаживать вещи. Для меня важно, что этот прибор очень быстро нагревается, и буквально несколько секунд, и он... Я не знаю, было слышно? И он уже в рабочем состоянии. У него есть специальная технология, которая сохраняет мощность пара и температуру, в какой бы плоскости вы его не использовали. И вертикально, и горизонтально он отпаривает очень мощно, быстро и очень качественно. Плюс, я как опытный использователь отпаривателя вам скажу, очень важно, чтобы был легкий сам вот этот утюжок. Потому что когда утюжок тяжелый, и вы вертикально отпариваете, это очень сложно. Здесь утюжок легкий, и отпаривать можно как вертикально, так и горизонтально. То есть вы можете просто эту систему использовать вместо своего привычного утюга на своей привычной гладильной доске. Отпаривать и в горизонталь, и в вертикаль, и он будет отлично работать. Плюс, ну посмотрите просто, какой он красавчик. Матовая вот эта фактура. Для меня очень важно, чтобы все предметы, которыми я пользуюсь дома, были эстетичными, красивыми, даже если это бытовая техника. Потому что отпариватель, по сути, всегда стоит у меня в комнате. И если он будет выбиваться из интерьера, это, конечно, всегда будет резать глаз, а убирать его постоянно, это тоже неудобно. Поэтому этому пункту внешней красоте я уделяю много внимания. Знаете, какой момент еще для меня лично важен? Вот этот прибор, он премиального качества и, соответственно, премиальный по цене. Но при этом бренд не скрывает, что они, хоть и являются французским брендом, производятся в Китае. На самом деле, очень большое количество брендов заявляют, что они производятся где-то в Европе, хотя на самом деле этого не происходит. То есть они просто скрывают эту информацию. А ребята из Team One, они открыто об этом говорят, что да, мы производим в Китае, но при этом все технологии, весь дизайн, все изготавливается во Франции. В общем, я всегда за такую честность, открытость. И меня лично это всегда очень сильно подкупает и совершенно точно вызывает доверие. Ну и вообще в Китае уже очень давно производят действительно премиальные продукты. Я думаю, что вы убедитесь, как только хоть раз попробуете этот прибор. Я, конечно, попросила промокод для своих подписчиков, кто тоже захочет себе такой стильный прибор. Поэтому у меня есть промокод DashStyle на 20% скидки на предпродажу. То есть вы сейчас оставляете заявку, и когда начнется продажа, у вас будет дополнительная скидка бонусом. Пользуйтесь на здоровье и обязательно зайдите на сайт, посмотрите, какие у них есть варианты отпаривателей. Познакомьтесь поближе с брендом, я уверена, что вы влюбитесь в него так же, как и я. Ну и пятый прием, который я очень люблю и в этом сезоне буду очень активно использовать. Мы уже в клубе с девчонками начали на эту тему тоже разговаривать. Цветные перчатки. Несмотря на то, что эта фишка не этого сезона, она уже давно как-то внедрилась, но до этого, по-моему, на канале я особенно про это не рассказывала. А тем временем цветные перчатки очень здорово приподнимают образ. Самое главное, чтобы они были немножко как бы не в тему вашего образа. То есть они могут быть и какого-то цвета похожего на те цвета, которые у вас есть, и цвета какого-то совершенно другого, который вообще как будто бы ни к селу, ни к городу. Но в этом и фишка. Самое главное, не выбирайте перчатки в цвет каких-то других элементов. Например, если у вас красный берет, не выбирайте красные перчатки. Так это стильно работать не будет. Так, наоборот, будет выглядеть слишком нарочито. Цветные перчатки должны быть одним единственным цветовым акцентом в образе. Или, например, если у вас, условно говоря, берет розовый, а перчатки красные. То есть что-то вроде бы в той же самой гамме, но немножко другой цвет. И тогда это будет действительно очень стильно и красиво. Напишите мне обязательно в комментариях, какой прием вам понравился больше всего, что вы, может быть, уже используете или о чем вы задумались. И если вы здесь были впервые, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что чем больше подписчиков, тем больше хочется снимать различные полезности для ваших гардеробов и вашего прекрасного настроения. Потому что я всегда буду вам напоминать о том, что одежда нужна нам лишь для того, чтобы мы себя классно чувствовали, комфортно, удобно, уверенно, чувствовали себя красивыми, чувствовали себя женщинами. Вот для этого нам нужна одежда. И если вам эта философия близка, оставайтесь со мной на канале. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»